Друзья, привет! С сегодняшнего дня начинается у меня новый плейлист орхидеи, хотя у меня где-то есть орхидеи, но там только лудизия, драгоценная орхидея, а теперь будут у меня и фаленопсисы. Началось все с дня матери. Надарили некоторое количество денежек, а у меня же все свербит, есть средства, есть место для размещения цветочков, значит нужны новые цветочки. И давно я присматриваюсь к фаленопсисам. Я вообще люблю очень наблюдать за развитием корневой системы. Многие растения сажаю в прозрачные емкости специально, чтобы наблюдать за развитием корней. Мне прям завораживает, как они растут, вот эти пушинки, микроскопические корни, как они появляются на новых корнях. Но мне это очень интересно. А у фаленопсиса, ну там такие корни, что можно залюбоваться. И, в общем, присматривалась я к ним, присматривалась, думаю, ну все, поеду покупать. И смотрю, многие известные такие орхо-блогеры хвалятся обзорами в ленте. Поехали в ленту. В ленте стоят белые, немножко розовых. Одна какая-то попалась красивая, кремовая, с розовой серединой, но сломанный цветонос и пересушенные корни. В общем, копалась я, копалась в этой куче. Я не знаю, как там находят что-то ценное. В нашей ленте ничего не найти. Поехала я на цветочную базу. Есть в нашем городе такая. И там закупаются многие мелкие магазинчики. То есть, есть что выбрать, но, знаете, там как попадешь. Бывает, попадешь завоз и там много чего. А бывает, попадешь и там вообще пустые полки. И в день матери я приехала к пустым полкам. Видимо, все уже развезли по магазинчикам, либо все уже разобрали к празднику. Но прям вот в день матери там не было ничего. И, в общем, расстроилась. Я так расстроилась, да? Ну, не оставаться же без цветочка. Я нашла группу ВКонтакте. Девочка у нас занимается поставкой фаленопсисов из Голландии, но размеры разные. Есть взрослые, есть подростки, есть совсем малышесенцы. И, в общем, выбрать есть чего. Сортовые все, красивые, разные-разные. Но цены кусаются. Да, недешево у нее. И, в общем, думаю, поеду-ка я к ней и куплю я дикого кота. Да, а что начинать с ерунды? Места у меня мало. Как-то, ну, не могу я начинать с множества там простых орхидей. Места у меня не резиновое. Думаю, возьму сразу что-нибудь то, что мне нравится. А там уже посмотрим, как дело пойдет. Ну, в общем, ехала я за диким котом, посмотрела другие орхидейки и, в общем, влюбилась в совершенно другое. В итоге я взяла вот эту вот малявку под названием Лионер Фокус. Кажется, такое название. Я сейчас пропишу текст, чтобы вы прочитали так, как правильно это прочитать. И фотографию. Ой, он меня просто очаровал. Может быть, когда-нибудь я и дикого кота приобрету. По цене они одинаковые с вот этим сортом. Но этот мне показался интересней. И крапушки, и штрихи, и вот этот вот розовый какой-то фон в середине. Не знаю, она меня очаровала. И вот что мне нравится у этой девочки. Пусть у нее цены кусаются. Вот эта вот орхидеечка в размере 2,5 обошлась мне в 800 рублей. А цены у нее кусаются. Ну, они у нее все идеальные. Чистая-чистая шейка. Вообще, все идеально. Ну, вот эти сухие корешочки, я сейчас ее распотрошу, я все удалю. А так прям красавица. Ну, вы что думаете? Я остановилась? Нет, я не остановилась. Праздник так праздник, гулять так гулять. Когда я еще до нее доберусь, неизвестно. В общем, я еще один сорт присмотрела. Называется Дастибель из серии Парфюмерная фабрика. И это мультифлора. То есть букетное цветение. Хоть и цветы не очень крупные, но они такие красивые. Такие розово- какие-то оранжевые, неоновые немножко. С какой-то каемочкой. Сейчас, кстати, фотографию добавлю. И я ее не собиралась покупать. Я думаю, ну, дорого-дорого. Постараюсь поскромнее потратиться. Экономить надо. Нечего гулять. Я увидела ее листья и потеряла покой. Смотрите, это серебро с крапушками. Серебро с крапушками. И корневая. Какая у нее корневая. Какие у нее корешульки хорошие. Вот такой малыш в размере 1,7. Да. Но она меня вот этими крапушками. Это вот механическое повреждение. У нее почему-то все малявки вот именно вот этого сорта с механическими повреждениями. Я выбрала самая маленькая. Ну, ерунда. В общем, листья нарастим. Главное, что повреждение сухое. Ничего не портится. Не гниет. А листья? Какие листья? Это серебро с крапушкой. Еще какая-то бордовая прожилка в середине. В общем, она меня очаровала. И, в общем, я ее тоже решила взять. Ну, пусть будут разные, да? Та белая с крапушками, а это вот такая розовая, какая-то оранжевая, неоновая. Ой, сколько я пересмотрела блогеров и видео, как за ними ухаживать. Впервые у меня покупка растений происходит так осознанно. Я пересмотрела все, что можно. Во что сажать? В какую емкость? Какие бывают системы? Какие опыты на других каналах? Я подписалась на... Ну, архоманы, наверное, знают, кто это такой. На Георгия Горячевского, на канал Уютные Орхидеи, на канал, по-моему, Олюшка, Орхидушки, что-то такое. Тоже такой достаточно крупный канал. Я пересмотрела все. Все-все. И уже определилась, какая у меня будет система и какие будут емкости. И вот эти вот бокальчики я купила специально для них. Сейчас они у меня еще находятся на адаптации и на карантине. Конечно, я за ними наблюдаю. Ничего у них пока что не меняется, не растут, но и не портятся. Они у меня дома уже находятся три дня, под лампой, в теплом месте. Слегка-слегка я увлажняю корни, чтобы они позеленели. Очень-очень так внимательно к ним. Ну и вообще, вообще, вообще я очень осознанно подошла к покупке этих малышей. Столько информации набрала, что еще и консультировала в магазине. Вот представляете, пришла на базу, когда. Там выбрать не с чего. Там остались только белые. Ну, вообще ничего интересного. Вот. И продавец мне говорит, я сейчас вам принесу красивую-красивую и куда-то побежала. Я теперь догадываюсь, что побежала она на стеллаж с уценкой. Приносит мне мини-орхидею красивую-красивую, маленькие цветочки. Какие-то они там розовые, с каемочкой, с какими-то переливами, переходами. Правда, красивая. Но я смотрю в ее шейку и понимаю, что там я не готова за такое браться. Во-первых, у нее каждый стык... Сейчас я вам покажу пример. Я не знаю, можно ли на своих растениях показывать, хорошая ли это примета. Ну, в общем, вот везде, где стыки листьев, вот тут вот, ну, стыки-стыки обычные. А у той орхидеи... У той орхидеи они все черные. И место, откуда растут корни, тоже почерневшие. Вот. И я такая говорю, нет, я эту орхидею брать не буду. Вот у нее то-то, то-то. И подходит другая девушка и говорит, ой, какая хорошенькая орхидея. А что вы тут про нее говорили? А я стою такая в замешательстве, а можно ли рассказывать другим покупателям то, что я увидела и отпугивать. Ну, и это продавец говорит, ну, рассказывайте, да, ну, не запретит же она мне рассказывать. Все равно покупатель что-то заподозрит и уйдет. Ну, и, в общем, я показала, куда смотреть. Показала, почему не стоит брать эту орхидею. Вот. Ну, Настенька, если смотришь, спасибо тебе за подсказку. Я бы купила орхидею и могла бы даже не посмотреть. А вот Настя зародила во мне сомнения, что у орхидеи есть такие вот слабые места, что надо на них обращать внимание, надо смотреть на шейку, на листочки. То есть, вот это вот место, так, у какой лучше видно? Наверное, вот у маленькой лучше видно. Вот. Вот это вот все должно быть чистенькое, зелененькое. Фокус плохо что-то берет на таком расстоянии. В общем, никакой черноты. Вот такие вот дела. Так что принимайте в ряды архоманов. Я прям от них в восторге. Я поливаю, капаю водичку чуть-чуть на корни. Они зеленеют, они оживают, они как щупальцы, как гусенички. Они живые такие, такие клевые вообще. Я в восторге. В общем, встретимся теперь с вами, с ними, с вами и с ними на пересадке. Расскажу, что я придумала. Ну, а в общем, вы потом ругайте. Может быть, я и не права, но я пересмотрела кучу информации. Ну и похвалилась. В общем, оставайтесь на канале, следите, что будет с ними дальше. И пока-пока.